Николай Ковалев спрашивает После беседы о Духе Святом уместно ли употреблять слово удача, которая нужна игрокам и спортсменам, а не пожелать, допустим, благоволения Божия вместо удачи? Можно ли говорить удачи тебе? Вот так. Да видите, многозначимость слова. Удача, то есть исполнение желания, а желание спасти события складываются так, чтобы они были содействующие тому, что было намечено. Ничего предосудительного здесь нету, но если сомневаешься, не говори. Да, я ранее слышал, что вы про это говорили, я раньше не говорил, а когда вы хорошо объяснили, я сейчас вполне могу кому-нибудь пожелать удачи. Потому что удача, а какая удача только тогда, когда ты встретишь Господа? Да, так. Боге удача-то. Вне Бога удачей быть не может просто. Так, братья, задавайте вопросы, смелее. Игнатий Тихонович, всем вам вопрос, давайте. Да. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. Такой вопрос. Когда стою на молитве, и вдруг у меня во время молитвы осеняет в меня ответ на вопрос, который я давно искала. Вот не житейский, а вот я давно искала, и вдруг я понимаю, что это он. Ну, мне так кажется на первый момент. Вроде и по Священному Писанию подходит. Но это меня уводит от молитвы. То есть я молитву уже прям прекращаю и начинаю погружаться в обдумывание этого ответа. Как в этот момент делать? Такой же... Меня же не может ответ отводить от молитвы, правильно? Я же должна как молитву закончить, оставить на потом рассмотрение этого вопроса. Как вообще от Бога, если ответ... Как его понять? Ваше разумение. Что подсказывает вам? Ну, я делаю так, что я переключаюсь все равно на молитву. Сначала на молитву, оставляю на потом рассмотрение этого вопроса. Но иногда настолько сильно уводит, что я не могу сосредоточиться на молитве. Я думаю, от Бога ли этот ответ вообще, который меня уводит совершенно с молитвы? Или не от Бога? Вот здесь я теряюсь. Вы говорите о частном случае. Такое может быть. Вот у меня во время молитвы строка проплывает. Я ее не вижу, но я ее чувствую. Я пишу ее прям тут же на молитве. А это будет стихотворение уже 36 строчек. И опять молитва продолжается. Это ответ. Бывает молитва еще не кончилась утренняя. У меня вторая строка там где-то. Я тоже у меня бумага, карандаш и ручки. Я сразу записываю. Это начало для второго просто большого стихотворения. Еще тут особенного нет. Это ответ твой пришел. Ну, не отвлекайся. Но запомнишь, о чем тебя коснулось. Щеркни, чтобы не забыть. А потом уже рассуждай, открывая Слово Божие. Тебя Господь посетил. Молитва это не просто стоять и говорить. А тут ответ и пришел. Вы правильно говорите? Надо Бога научиться слышать и благодарить. Все. Поняла. Спаси Христос. Так, вот вопрос в чате задают от Елены Зису. Она спрашивает, Игнат Тихонович, вас спрашивают. Встречались ли вам люди, которые говорили, что не знают, что такое совесть? Как говорить таким людям о Христе? Какими словами из Святой Библии? Ну, в первую очередь, мы должны знать, что совесть первичнее Евангелие. Евангелие Господь дал тогда, когда совесть замолкать начала. А до этого-то, до Моисея-то не было. Совесть это то, что заложено в человеке. Одно из качеств, которое отличает его от всех животных, организмов. Опять же, слово совесть мы должны понимать. Вот я об этом говорил. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Вот у меня такое выражение есть. Его уже взяли в обороты. Участок души, через который слышится голос Божий. Совесть заговорила. Все, я получил желаемое. Вот и все. Да, спасти Христос. Еще братьевый вопрос. Аллилуйя. Повторить для себя нужно сказать еще. Совесть что такое? Тот участок души, через который слышится голос Божий. Участок души бывает болезненное о чем-то. Или наоборот восхитительное. Приезжают долго ожидаемые люди. И у тебя сразу все повернулось по-другому. Ничего не было, и вдруг все есть. Слушаю. Что-то никого не слышно-то. Ушли все. Или ушли, или нет вопросов. Одно из двух. Нет вопросов, это два. Вопросов нет, это две причины. Первая. Знают больше профессора, студенты. Поэтому еще задавать, когда сами нашли. А второе, даже не знают, как вопросы задавать. Никакого знания нет. Мне обычно студенты говорили, второй вариант. Вот сестра Девора спрашивает. Такой вопрос в чате пишет. Псалон 50, 13 стих. Не отвергни меня от лица твоего. И духа твоего, святаго, не отними от меня. Игнатий Тихонович, раскройте, пожалуйста, как Давид просил не отнять Духа Святого. Если, Евангелие Тауна 16, 27 стих. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Интересно послушать вас, хотя братья разъяснили. Вот такой вопрос в нем. Ну, он вопрос с ответом. Потому что то, что читает дальше, надо прочитать. Следующие стихи. Иду в святой, придя, обличить мир о грехе, о правде, о суде. А в этом заключается все, что мы слышим от Духа Божия. О грехе. Люди, семь смертных грехов. Этого нету нигде. Смертный грех, где нет Христа, где совесть умерла. И человек самым маленьким. Ну, что особенного? Люди расходятся. Ну, сказано было, что ждать Самуила. Ну, расходятся. Я и жертву принес. И все. Царство потеряное. Для Израиля Саул сделался припоны. А сделал-то все ради Бога. И когда животных не убил, а просто принести в жертву хотел. Непослушание. Дух Святой обречает в этом. Хорошо иметь советника. Советника, имеющего страх Божий. Настолько необычная ситуация сложилась. Как говорит, дьявол накидал петлю за петлей на них. Кто если вкусит, смерть и умрет. А победа как раз через сына пришла. Он нет на своем, я сказал уже. А народ умрем, но не отдадим. Вторая петля, златоуст, говорит, накинутая. Тут надо быть очень внимательным. Ничего не сказать, а помолиться. А не так, что у меня власть, я крутой, теперь заверну как надо. Дух Святой придя обречит в мир. А теперь что? Согрешил Давид. Он прямо говорит, 50-й Псалом, 7-й стих об этом. И далее говорит. И Духа твоего Святого не отними от меня. Несмотря на падение. Смертельные два греха сделал. А Дух Святой все еще не отнят. Вот тут теперь и думай. А тот человек начинает паникой заниматься. Вот я Духа Святого похулило. Вот я не могу теперь. Если похулило, у тебя страдания никакого нету. Самооправдание. Каждая это уже несколько вопросов подняли сразу. По отдельности мы можем это разбирать. Вот я, если Господь позволит, готовлю проповедь сейчас. Первому Иоанну 1,7. Люди берут только концовку. Я решил, варяющие их, два омвона. Две ступени больших раскрыть. Что, Дибори, то этого достаточно? Да, Игнат Тихонович, достаточно. Благодарю. Аллилуйя. Тут нападки на Николая Астахова. Его заочно женит какая-то Магдалина. Вы сразу заносите в черный список и никогда не получаете два раза гадости. Или вообще не считайте. Меня в последнее время буквально засыпали. Я их блокирую, а они тут же заходят под другими именами. Не обращать никакого внимания. Это меньше, чем Порошенко. Порошенко или Порошенко? Вот вопрос в чате. Алексей Лаптев спрашивает. Как растолковать Псалом 90-й? О, у меня интересно. Я попутно хочу сказать. В 112-й камере я был второй этаж. Нашу камеру называли в тюрьме камерой академиков. Ну, мы были там главным рыбаком Алтайского края. Север Владимир Митропанович. Он во главе первых секретарей там шел. Серьезная статья. Ну, еще нет. Он деловой был человек. Из развалин поднял. Там все космонавты отдыхали. А еще один человек был. Лозин Анатолий Максимович. Преподаватель второй группы космонавтов аэродинамики. Я для чего это говорю? А вот через кого Господь это может сказать, ты никогда не знаешь. У него никакой веры нет, ничего. И вдруг он такое высказывание, которого я никак уже от него не ожидал. Вот представь себе, мы сидим. И в это время я слышал нормально. Но через решетку слышно. Самолет идет. Он постоял. Самолет идет в этом направлении. Военный. Тяжело нагруженный. Это он куда же идет? Он говорит, это вот такой город впереди. Он не видит ничего. Он на слух уже все определил. Выдал такие данные, которые, может быть, кто-то где-то прячет, чтобы никто не узнал. И вот он мне открыл, что такое Горбачев. Почему мы эту фамилию избрали. Как за ней по порядку, может, слышали это? Четыре генеральных секретаря в том порядке. Первоначальная буква. Вообще. Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин. Горбачев, Ельцин. А дальше идет Владимир. Вот если Господь касается, ты вникни внимательно, что перед этим содействовало. С кем тебе пришлось встретиться? Почему именно так? Если бы на день раньше пока не знали, я бы ответил только так, как всегда отвечал. А тут он мне раскрыл кругозор с сегодняшними событиями. Я уже стал упоминать и говорить об этом. Вот когда вдруг что-то засуетились в тюрьме и начали динамику устанавливать, все слушать. Но слушать, оказывается, главная речь будет у Михаила Сергеевича. А я стою и считаю псалом. И вот считаю, и уже сам себе сказал, как только первое слово будет говорить, на чем оно становится, это основной будет. Так получилось. Слово Божие в это время, я считаю, и вдруг он первый говорит там приветствие, а я это, и замышляет замыслы, но они рушатся. Вот. И вот человеку-то нужно это показать. 90-й псалом, я ему дал и говорю, вот он конспектирует, две книжки в день просчитывает, я его стал проверять, почти наизусть знает. Никогда не встречал такого. Он прочитал, пошамкал, полежал на своей кровати, шухонкой называют, еще раз прочитал, а потом и говорит, а его конспектировать нельзя. Тут связана такая конструкция речи, что если даже одно слово уберешь, все остальное уже окажется ненужным. Вот какой ум. Человек совсем не верующий. А как, вот по порядку говорить, как толкует Иоанн Затаус в пятом томе, где сохранились. Зигамен там есть, бывает, еще это толкует. Ну, все дело-то о прошлом идет. Ну, а мы там все понимаем в духовном плане. Ничего тут такого нет уж сокрытого. Вот так. Никого нету. Вопросы истякли, наверное. Наверное. Ну, что там это? По порядку, если будем и заниматься, то каждое слово, что оно означает, а так, что сказать? Я сказал, что мертвая конструкция, никуда не сдвинуть ее нельзя. Ну, и речь идет о чем? О прибежище. Почему молитву считали спасительной? Шли на фронт, люди прятали за пазуху. Хотя, сами не понимаете, живые в помощи, высшие в крови небесного. То есть, на славянском языке, церковнославянском-то, еще и так считается. Молитва спасающая. А сколько их с этими молитвами-то погибло? Спасает не молитва, а Господь. Какие утешительные слова, Игнат Тихонович, в 90-м псалме, 15-й стих. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу и верю ему спасение мое. Аминь. Это так. Его по буквам, по отдельным растолковывать можно. Даже не глядя у Златоуста. Но слова-то обещаются, впереди надо. Живущий под кровом Всевышнего. Под кровом его какой? Кровь любви, преданности, святости. А не просто так считать. Везде какое-то предисловие есть. Я тут говорил, поминал Николая Астахова. Вы слышали, что я сказал? Уже заблокировано, Гнат Тихонович. Ну так и поступаю. Там даже говорить неохота, кто там. Там шпана всякая собирается и дурят. Все. Что, назначать молиться? Ну, назначать, Игорь Тихонович. Хорошо. Вот тут у нас болящий Антоний. Пусть он помолится о здоровье, скажет. Проси мои. Прославит в конце Троицу. Я вижу его. Да, Игорь Тихонович, помолился сейчас Господу. Говорю, пусть Игорь Тихонович меня назначит. Хвала Господу. Аллилуйя. Так помолитесь, когда пропоют тут? Да, да. Хорошо, приятно. Ну и так, во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть, а кого истину, Блажей, Дитя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безысления Бога Слово Росшую, Сущую Богородицу Тя величай. Господи, я благодарю Тебя за этот день, За то, что Ты даешь в мире нам проводить занятия По Слову Твоему, За учителей, за наставника, за нашего, За братьев, которые заботятся о нас в молитвах ко Господу, За те травы, которые, Господи, Ты подал мне. Я, когда захожу в дом и чувствую их запах, Я знаю теперь, как пахнет любой Господи Твоя к нам. Благодарю Тебя за все И воспеваю великолепное и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос.